Если экран ТВ светится, значит он включен, значит это кому-нибудь нужно. Боже ты мой, как у Маяковского. А я видела таблички «Уходя, гасите свет». Нет, я бы заменил «Уходя, включайте свет». Это чтобы после твоего ухода стало что-то большое, светлое, сияющее. Ну конечно, должен быть праздник, понимаешь, а праздник он невозможен без каких-то фонариков, ярких гирлянд, хлопушек, игрушек. Ночной Париж, конечно же, намного прекрасней перед Новым годом, потому что все украшено, все в огнях. Одни говорят, что лидерство французов в создании элегантности покоится на мастерстве 23 мужчин и женщин, составляющих палату Парижской моды. Другие, как, например, и всем Лоран, уверяют, что изысканность заключается не в манере одеваться, а в манере поведения. Как бы то ни было, Франция остается притягательнейшим местом для людей загадочного мира моды. Для меня Франция – это то, что связано с мушкетером, с Александром Дюма, с его произведением. Для меня это в первую очередь, конечно же, то, что я вижу по телевизору, разные фэшн-шоу, показы. Ну, конечно же, что-то из классических книг. Ну, вообще, это чуть-чуть легенда, потому что еду первый раз, я еще там не была. 14 девушек-финалистов с сентябрьского форума красоты отправились в Париж. На самом деле, все началось гораздо раньше, чем... Это еще началось в августе. В августе тема полуфинала была под влиянием вышедшего фильма, под влиянием еще каких-то факторов, выбрали тему Моллен Руш. Все костюмы, все действия, они должны были напоминать кабаре. Мы попытались воссоздать эту атмосферу, мы попытались как-то своими силами сделать какие-то костюмы. Я думаю, что у нас неплохо получилось, раз нас решили все-таки отправить. Ну, и, конечно, было условие. Мы не просто так поехали, а было условие, что если побеждает кандидат, которого поддерживает наш спонсор, то мы должны были поехать. Но это только при условии выигрыша. Я не думала, что это все осуществится действительно, потому что в наше время очень мало людей, которые держат слово. Мы попали в Моллен Руш. Это оказалось, на самом деле, очень красиво. Это было замечательное представление, яркое, яркие декорации, костюмы. Моллен Руш для меня это не только кабаре, это своеобразный музей истории Парижа, может быть. Потому что, как бы, раньше был один уэрэмин Моллен Руш, сейчас уже совсем другой. Точно так же Париж. Париж — это роза, многозначущий аромат. Когда я видела в магазине эту розу, мне очень сильно захотелось ее купить. Париж диктует моду, но сам ей не подчиняется. Люди там абсолютно такие же, как и мы. Они ничем не отличаются, только немного бледнее, немного, как говорится, серее. Ну и яркие такие девушки, когда нас встречали на улице, все говорили о-ла-ла. Поэтому мы не ходили всей компанией, мы ходили по два, по три человека. Мы были в самых шикарных магазинах, мы были в музее, мы катались по реке Сено. Это было все так великолепно, и даже, вы знаете, не хотелось кушать. Ну, конечно же, мне Париж очень понравился. Вот, и в особенности мне понравилась Эйфелева башня, Мулин Руш и Диснейленд. Люди, которые финансировали нашу поездку, они ведь тоже раньше были детьми. И, наверное, когда они смотрели мультики детские, они тоже мечтали попасть в Диснейленд. Другое время это было. У них не было, естественно, возможности такой. Они дали эту возможность нам. И за это моё главное спасибо. Когда летишь на самолёте, ночью смотришь из окна, вот, земля вся, она покрыта огнями. То же самое и Париж. Настолько прекрасно это всё. Всё блестит, всё сверкает. Это какой-то шик. Когда я ходила, гуляла по Парижу, по его прекрасным улицам, видела весь этот шик и великолепие танцузского города, это что-то необычное. Я всегда в душе благодарила тех людей, которые нам подарили прекрасные зимние сказки новогодние. Лично я до самого последнего момента не понимала, где я нахожусь. И только тогда, когда мы поднялись на Эйфелевую башню и увидели с высоты её весь этот город, такой маленький, в то же время такой красивый, великолепный, где кипит жизнь, где столько много происходит разных событий, которые являются центром моды, лишь на Эйфелевой башне я поняла, что я в Париже. Впервые за всю историю российских конкурсов, а мы занимаемся конкурсами с 88-го года, насколько я знаю, часто бывая на самых различных конкурсах различного уровня по России, подобный подарок от спонсора, генерального спонсора, впервые. Нашим генеральным спонсором в течение последних пяти лет является акционерное общество «Донской табак». И для нас это, как для организаторов подобных шоу, конкурсов, очень важно, потому что мы на себе чувствуем силу и стабильность, которая существует в городе, в области. И постоянство – это очень важно. Мы привезли нашему спонсору в подарок, естественно, Эйфелеву башню, но она заключена вот в хрустальном кубе. Хрусталь – это символ богатства и добра, и всего самого-самого доброго. Мы хотим, чтобы этот хрусталь и чистота наших отношений сохранялась и на будущие годы. Субтитры создавал DimaTorzok Небывалая распродажа в связи с закрытием магазина «Уикенд-мода» на Большой Садовое 51 уже началась. Скидки на фирменную итальянскую одежду и обувь более 50%. Имеет смысл поторопиться. Проявка и печать фотографий в течение часа по обычному тарифу. «Коника Фотоэкспресс». Ростов-на-Дону, проспект Будённовский, 22, дом обуви. Сеть мобильной связи «Мегафон» JSM представляет четыре аппетитных преимущества нового тарифа «Кавказ». Цена подключения вдвое меньше раз. Подключившимся дарят 60 минут два. У-у-у, минута стоит от четырёх рублей. Это три. И, наконец, входящие вызовы внутри сети «Мегафон» бесплатные. Новый тариф «Кавказ». Все мальчики хотят. Все девочки тоже. Ах, какой лимонад!